Всем привет! Я только что приехал, наверное, из самой лучшей покатушки, которая может быть только для тестирования скин-сюта, или спид-сют. Скин, это, соответственно, для ТТ, а это всё-таки для шоссейного велосипеда. Отличие, есть кармашек и фитинг немножко всё-таки другой. И, говоря о кармашке, мой айфон покрылся подняками. Поэтому, ребята, этот карман сразу же минус, или, не знаю, плюс, но он пропускает воздух и пот, и всякие жидкости, которые выделяются у вас, когда вы гоняете сегменты, хотите поставить прочее. Поэтому айфончики ваши и прочие телефончики, пожалуйста, в этот, в чехольчик засовывайте. В том числе, все айфоны и прочие, которые от воды защищены, потому что это пот. А пот, это не вода. Это жёсткая тема вообще для электротехники. Но, собственно, обзорчик обещанный. Что я могу сказать по натяжению? Конечно же, этот сюит тянет очень сильно в шоссейную позу, что очень-очень круто. И, да, опять-таки, кто работает в офисе, или просто часто за компьютером сидит, тоже. Я вот на диване сидел перед поездкой, там, забивал что-то, отвечал. Можно вот так вот сидеть, очень удобно. И вы не захотите встать даже, разогнуться. То есть, если вы и так вот в такой позиции сидите, то это будет напоминательным. Как бы того, что вы офисный планктон, и не разгибайтесь даже, это не имеет смысла. Ладно, посерьёзнее тогда немножко тон возьму. Аэродинамичность протестировали уже, можете посмотреть в соответствующих журналах. В интернете можно себе это найти. Одна из лучших, сразу спойлером скажу, аэродинамичность. Возможно, лучше или на уровне. Аэрокоч, ноу-пинс, опять-таки, вот эта тема немножко, вроде как, лучше должна быть. У них карманов больше. И кто гоняет, там есть специальный карман для номера. Можно поставить. Вот. Но там и ценник в три раза больше. Этот спидсюит стоил действительно очень мало. Блин, я удивлён, сколько он стоит. С такими ценами серьёзно можно развивать велоспорт. Сто евро плюс доставка. Доставка из Германии 14. И всё это из Ирландии. Подушка, о которой через минуту поговорим, из Италии, made in Italy и всё остальное made in EU. Соответственно, что-то в Европе делается. И это круто. Опять-таки, Asos и XBionic тоже делается в Европе, в дешёвых европейских странах, но до сих пор в ЕС. И это определённо круто, что не нужно заботиться о том, что это fair или не fair. Там, оплачиваются ли рабочие достаточно, имеется ли всё для них или нет. Здесь ты можешь быть уверенным, что это так оно и есть. И ты не спонсируешь работу детей и прочих рейн, которые до сих пор актуальны в 2014. И по удобству, по подушке. Сразу скажу, это жёсткое сравнение. Жёсткое не потому, что там правду я говорю, правды как таковой нет. Есть сравнение правдивое. Мы всё сравниваем. Мы можем оценить вещь, хороша она или нет, сравнив её с другой. И почему жёсткая? Потому что я сравниваю с лучшими шортами, на мой взгляд. Asos S7 Compionissimo. До сих пор топовые шорты. До сих пор не вышел на момент записи этого видео, по крайней мере. Следующая версия их, S9 Compionissimo, до сих пор не появилась. И их технологии по подушкам. Вот это гнездо, о котором я уже говорил, показывал. Это, конечно, то, что я больше всего хочу видеть в шортах. То есть, это действительно тут. Но он плюс ультра. Asos, понятно. Но, конечно же, когда мы сравниваем, не забываем про цены. Asos, в том числе вот эти S7 Compionissimo, 380 евро, эти 100 евро. Гигантская разница. И как себя ведёт эта подушка? Сегодня короткая покатушка была на час, но абсолютное удобство. То есть, никаких заделов, каких-то перспектив на неудобство не было. Единственный минус, 7,28 градусов. Asos просто в этом плане терморегуляция на высоте. То есть, в каких-то моментах ты думаешь, блин, Asos, за что я заплатил? Становится жарче, 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 жарче. И ты вспоминаешь, как было в других джерси, как было в других шортах. И в Asos просто топовая терморегуляция. Здесь образовывалось потоскопление, фактически, в соответствующих местах, около подушки. И когда я вставал, я замечал, что становится прохладно в соответствующих местах, потому что ветер обдувал. Опять-таки, если ты сидишь, то начинается пробка, термопробка. То есть, не может тепло выйти наружу. Опять-таки, это не настолько критично. Опять-таки, потому что нужно вставать для кровообращения в любом случае. И поэтому, когда ты встаешь, немножко терморегуляция происходит. Сегодня, как я уже сказал, 28 градусов не критично было. Но это, опять-таки, пункт, который я должен отметить. В том числе, по подушечке должен сказать, что она эндуро-тип, вот этот доломит эндуро. И, то есть, для дальних дистанций, на, соответственно, седалищных костях, вот эти подушечки, они даже потолще были, чем на моих S7. Asus, но по эффективности одно и то же. Но, опять-таки, дальше, от седалищных костей вверх, проходя, эргономически было не совсем шито. Так, как нужно. Окей? Не критично, опять-таки. Ничего не царапалось. Вот, наверное, самый интересный вопрос. Может, трется все, шарапается, или как это называется, когда ты педалируешь. Нет. Все было в пределах разумного. Единственный момент я заметил вот здесь, на, вот в этом месте, наверное, когда я, блин, вот сейчас не вспомню ситуацию. Может, когда я излишне нагнулся, и тогда педалирую, немножко почувствовал, что материал, сопротивление материала, но ничего не царапало. Возможно, если 400 километров ехать, будет такое. Но, как я уже сказал, ни единого намека на то, что будет неудобно. И это, согласитесь, за такую цену действительно топ. Так. Силикон и прочее. Фитинг. Может, что-то сползает и прочее. Абсолютный топ. Опять-таки. Есть люди, которые обладают такой композицией тела, которая, ну, ни туда, ни сюда. Тут ничего не поделаешь. У No Pins есть кастомные. Опять-таки, там нужно, соответственно, копейку за кастомные заплатить. Вас смерят и сошьют прям под вас. Но для меня этот фитинг идеальный. Просто идеальный. Не давит. Вот посмотрим, кстати. Я еще не снимал. Я сказал, не давит, но здесь рельеф я чувствую от вот этих полосок. То, что они все-таки продавливают. Но не настолько. Не настолько. Это все не критично. Даже мои перчатки и то сильнее давят. А с ними я уже и соточку естил и прочее. Ни в какого они менее ничего этого нет. Я сейчас закатал вдвойне. И, окей, здесь бицепс. Поэтому чувствую, что здесь давят немножко больше, чем нужно. Итак, фитинг топ. Термо. В принципе. Как я сегодня катал голубым по зонам. На страиве наверняка видели такие покатушки. Бананс и птиц на страиве. И, соответственно, там было много. Зоны 3. Зоны 4. И больше. Виу-то-максы и прочее. То есть, интенсивная тренировка. Но мне не было жарко. То есть, я не хотел бы раскрыть все и все раздеть, не знаю, и кожу снять и прочее. Такого чувства не было. То есть, это не жесть была. Опять-таки, ребята, если, наверное, лет 28, я еще раз повторю, было. Если 35 и прочее, то, наверное, имеет смысл все-таки комбинацию носить. Джерси, шорты, либо вообще не катать. Если вы в Таиланде живете, конечно, это будет сложно. Но, окей. Это было, в принципе, все. Сколько у нас минут? 9. 9. Это, вроде как, идеальное время. Оставлю еще вам полминутки на написании комментария к этому видео. Оценки его. Если вам нравятся тесты таких вещей и такие, в принципе, как я уже сказал, не спонсированы. Я узнал. Точно, я узнал уже специально для вас. Посылают ли в Россию? Да, посылают. И можно что-то заказать. Сколько это будет стоить? Надшур. Узнавайте сами насчет этого вопроса. Но посылает. Самое главное. Я заплатил 14% от стоимости этого комбинезона за доставку. Так что, я бы сказал, оно того стоит. Оно, вот это все и 150 стоит. Как это все себя проверят? Через месяц, два, три. И вряд ли там уже буду кататься в комбинезоне. Потому что, наверное, холодно все-таки когда-нибудь должно будет стать. Узнайте в будущем. Не могу загадывать по этому вопросу. Но так, от меня это все получается. Большой палец. До свидания.